Клоуны, портреты клоунов, легенды нашего русского, российского, советского церковного, народные, заслуженные артисты, все клоуны, учителя наших современных клоунов. Также перед вами головные уборы, ботинки, костюмы клоунов. Но поскольку вы все векоперебурцы, я должна вам сказать, что цирк, который вы сейчас нашли, посмотрите на эту стеночку, пожалуйста, у нас не первый. Наш цирк, в котором вы сейчас находитесь, открыт 1 февраля 1980 года. На следующий год нам будет 35 лет. Вот этому зданию, куда вы пришли. Но, ребятки, у нас в городе Свердловске, Екатеринбурге, были еще цирки. Вот этот замечательный цирк, который помнят ваши бабушки, ваши дедушки, когда они были такими же, как вы, их водили вот в этот цирк, вот в это здание. Проходите дальше. Для этого за 34 года у нас было очень много интересных спектаклей, много интересных проектов. Но я, конечно, вам расскажу о всемирных фестивалях клоунов. В нашем цирке было проведено 6 всемирных фестивалях клоунов. Самый первый всемирный фестиваль. Вот хотите ближе. Читайте. Из стран мира приезжали к нам клоуны. Громко, кто-то умеет читать? Так, читайте всему. Первый всемирный фестиваль клоунов. Из каких стран мира? О, молодец. Россия. Россия. Точно. Иерланда. Россия. Великобритания. Правильно. Ребята, я открою вам такую тайну, что первый фестиваль у нас был в 2008 году. Директор у нашего цирка был день рождения. Анатолий Павлович Марчевский, наш директор. Народный оркестр. Он был клоуном. 46 лет он работал в цирке клоунов. И вот когда ему исполнился день рождения, 60 лет, он пригласил клоунов со всего мира приехать к нему на праздник. И вот первый фестиваль, который здесь вот у нас отражен в сувенирах, в календариках, был посвящен ему. Второй фестиваль клоунов посвящен клоуну и сиропчикам. Третий всемирный фестиваль посвящен легендарному клоуну, вот этому молодому человеку, народному артисту Армении Леониду Ингибарова. Четвертый посвящен Юрию Владимировичу Николину. Ну, а там пятый, ну, а там шестой. Смотрите, так. Так, ребята, вот подходим мы к следующему экспонату. Это, конечно, все бутаковское. Меня спрашивают, кто это одевал. Ребята, это никто не одевал. Это бутаковское переубличное, конечно, но этот костюм напоминает костюм нашего легендарного клоуна. Юрия Владимировича Николина. Ну, вот такие были вам фильмники. О творчестве Николина вы поговорите с родителями вечером, они вам о нем расскажут. Вам-то он теперь знаком только по кинофильмам. В каких кинофильмах Юрия Николина снималась? Помогайте. Помогайте. Кавказское пианице, правда? Операция АЭЛ. И много других таких фильмов. Конечно же, вы теперь не узнаете, не только по-другому. Ребята, следующий экспонат. Я хочу вас спросить, что это такое? Что это? Кто как думает? О, карета. Карета чья? Золушка. Золушка, правильно? А во что она должна была превратиться? И вот потому, что она не превратилась сегодня в конце вашего праздника, вы можете каждый присесть в эту карету, и ваши взрослые вас сфотографируют. Следующий наш экспонат напоминает вас тут еще одного легендарного народного артюста Советского Союза. Олег Константинович Павкова. 31 июля ему исполнилось 84 года. Вот какой дедушка он. Живет и работает в Германии. Веселил европейских детей. Странбург. Вот такой у него клетчатая кепка всю жизнь. Его фирменная, такой вот костюм. Ребята, дальше. Вот этот такой экспонат, который даже я не имею права нигде видеть. Это раритет. Он находится в вольере или в конюшне, где живут хищники. То есть даже нам туда нельзя заходить. Это называется полкиточка и игра. Когда к игры приезжают в наш цирк, живут в своих вольерах, у них есть такая вот необходимость. Точно так же, как если бы у вас были дома кошечки. Есть дома кошечки? Да. А во что они копки точат? По бодочку. А у нас в калёте. Займитесь воспитанием. Наши артисты цирка, ковры и диваны сегодня возят. А возят вот такие дворы. Дальше, ребята, можете обратить, рассмотреть вот этот экспонат. Это велосипед. А посмотрите, какой он интересный, да? Необычный. На этом велосипеде выезжал, опять же, народный артист России, Анатолий Павлович Мальчевский, когда был клоуном. Теперь он уже директор нашего цирка. И свой велосипед он поставил как экспонат, чтобы вы его не видели. Ребята, вот, что это такое? Это... Всего лишь. А ещё кто так думает? Клетка. А сколько тут скотча кто как думает? Один. Сто. Один. Сто. Много. Значит, давайте так. Вот придёте домой и попробуйте, сколько у вас получится, войдёт скотча. И ещё я хочу вам сказать, что иногда бывает, вы не знаете, какой сделать новогодний костюм, карнавальный костюм. Купили скотч, сделали такой костюм, и посмотрите, что у вас получится. Костюм. Плащ. Гостя из Германии. Хуш-мах-хуш. Вот такой весёлый клон, который приезжал на наши всемирные фестивали. Из ничего он умел делать клоннаду. Даже вот из такого скотча. Так, ребята, я приглашаю вас в комнату, которая называется сокровище цирковых кулис, подарки артистов цирка. Вы любите подарки? Да. Я очень люблю подарки тоже. И когда артисты цирка заканчивают гастроли в нашем городе, я у них прошу, чтобы они что-нибудь нам подарили на память. Заходите. Это у нас подарок детей нашего города. Лицей номер 100. Орженикидзовский район. Третий класс. Дети и родители вот так видят наш сын. На средней полочке у нас символика. Наш сын является одним из символов города Екатеринбурга. Магниты, значки, сувениры с изображением нашего ажурного решетчатого купола. А внизу ключ и паспорт, подавленный строителями нашему первому директору в день открытия цирка. А вот наш директорат, а вот наш первый директор, участвующий в Великой Отечественной войне. Феликс, Феликсович Лицингер. Посмотрите, сколько у него орденов и медалей на бюджетке. Потому что он был участником Великой Отечественной войны. Все ордена и медали находятся вот здесь, на этой бюджете. Можете подойти поближе и посмотреть. Потому что на 90-м году в жизни он уходит в мир у него, и его внук принос на все эти ордена и медали. А тут молодость. Ребята, револьвер, с которым он ушел на трон, молодым мальчиком. В 41-м году он закончил школу 10 классов. В августе ему исполнилось 18 лет, и его взяли на трон. Снаряд, на котором он подорвался, он был ранен и служен, госпитализирован и приобрел земную профессию строительства. Ребята, вот эта витрина отражает личные вещи, документы, награды нашего первого режиссера, нашего цирка, Эдуарда Максим Яновича Омеса. Дальше мы идем говорить о цирковых жанрах. Ребята, пожалуйста, осторожно, потому что здесь у нас много стекла. Я вам хочу сказать, что наш музей тронет от слова тронет. То есть можно взять ручки, но только, конечно, осторожно все справедливо. Ребята, в нашем музее находится вот такая настоящая пожарная каска. Кто хочет подержать? Я. Вот, потрогайте, подержите. Ребята, а вы предположите, почему в нашем музее цирка и пожарная каска? Это, наверное, как бы суверний строитель. А пожарная каска, потому что в цирке был веселый номер, бравые пожарные, смешные акробаты под руководством Александра Прис. Вместо того, чтобы делать доброе, полезное дело, они кувыркались, падали, мешали друг другу, сбивали друг друга с ног и даже обливали зрителей водой. А, я знаю, как она закладывала. Вот умница. А скажите, из вас кто хочет быть акробатом? Я. Вот это. Держи. Держи двумя руками и передавай это всем. Чтобы все подержали. Ребята, это называется утяжелитель акробатки. Одевает его акробатка во время репетиции, чтобы увеличить нагрузку на мышцы. Чтобы на выступлении ей было очень легко, особенно эффективно с партнером. Когда партнер поднимает партнершу вот с таким вот весом, и когда она снимает, у нее как пушинка легко поднимает. Правда? Да. Представь, может быть такое? Кто хочет быть воздушным гимнастом? Нет, может, так хочу. Ну, не все же тебе это. Давай. Скачу. Так. Зовут как? Даша. Держи. У нас тоже Даша была. Воздушная гимнастка. Вот такой петлей, по рукам управляйтесь. Вот такой петлей, мышенькой или вертушкой, поднимают под купол цирка гимнаста. Видели, наверное, когда? Да. Так, там в голубом костюме. Да. И тоже была девочка Даша, она делала прыжок в сетку и спокойно. Вот все подержите машинку и почувствуйте, как гимнастка держит. Ребята, страховки, воздушные гимнасты, ломжи. Кто там опять стучит? Так. Ломжи и страховки. Посмотрите, подержите. Неправильно нужно держаться. Ты не гимнастка, гимнастка держится. Так, пока вы рассматриваете, я иду дальше. Ребята, наш цвет носит имя трассировщика, виды бедей. Валентина Ивановича Пилатова. У него дочери, Татьяна Людмила. Их дети, и их внуки. Все присутствуют. У музея ошейники медведи, ролики медвежонка, намордник медведь. В этой программе тоже есть медведи. И вот, если вы еще кто-то не видел эту программу, когда пойдете, обратите внимание, что медведи тоже намордник медведь. Это ведутся безопасность. Дальше я хочу вам рассказать о слонах. Народная артистка России Таисия Анатольевна Капилова. Семья Капилова. Сейчас работает ее сын Андрей Дементьев Капилов. Ребята, обратите внимание, что наловник слона служит еще страховкой. Видите, когда Сонова тянет артистку на голову или на спину, она держится вроде за ремешок. Так, девочки, мальчики, любите браслетики? Да. А хотите посмотреть браслетик слоники дженью? Да. Считайте. Это белорусские артисты. Когда была у нас зуберная программа, они у нас работали. Ребята, голос на них от дженья. Вот она. Посмотрите, он просвет. Какой у нее маникюр, да? Какой педитур у слоники дженья. А вот Сергей Анастасия Крадеевич. А почему она? Ну, тут два слона. Так, уважаемые взрослые, ко мне подойдите. Вот этот предмет, так же, как когти-точка тигра, получить очень сложно. В природе это называется зуб слона. В природе у слонов, как у крокодилов и акул, зубы выкрашиваются, выпадывают сами по себе и вырастают новые. Ребятки, у вас сколько зубов? 31. У кого-то 32, а у слона всего 4. Зуб слона напоминает подошву мужского ботинка. Два зуба внизу и два вверху. В течение жизни вы не делаете несколько раз. А что кушает слон? Сейчас тебе отвечу. Что кушает слон? Сено. Сено, а еще? Дябочки. Дябочки, фрукты. Ребята, слон, почему? Отвечаю на ваш вопрос. Слон в день съедает 150 килограмм пищи. Овощи, фрукты, сен, солому, веники. Представляете, сколько надо это перетереть, переживать? Вот поэтому в течение жизни у него меняется до 7 раз зубов. Так что, уважаемые взрослые, откройте энциклопедию и прочитайте. Так, я держу вот такой интересный предмет. А вот это чья сосочка, посмотрите. В нашем цирке родился верблюжонок. Рождаются очень часто животные. Но вот этому верблюжонке-ешке мы делали день рождения. Показывали по телевидению эту программу. Вот, это пицца сосочка. Ребятки, отпечаток копытца тоже нашей ешки. Подарок музею. Дальше мы поговорим о тиграх. Усы тигра. Ребята, самое интересное, что мы их не ведем, не в лес. Они нам сами их принесли. Сережки глаза тигра. И миска, прокушенная зубами тигра Амура. Дрессировщики. Карина и Артур Баглясаров. Вы слышали, что они подарили нашему музею. Они долго думали, что. И говорят, у вас уже все есть. Ну вот, давайте мы вам несколько тебя поговорим. Ну так, ребята, давайте вот еще хочу вам рассказать вот об этом молодом человеке. Зовут его Артур. Фамилия его Танделов. В пять лет он стал артистом цирка. Почему? В пять лет. А он уже джигит. Наверное, потому что у него папа. Да ты вообще-то хорошо мыслишь. Папа его. Заслуженный артист Осетии. Олег Танделов. Мама Зарина. Дрессировщица. Брат Арсен. И ему ничего не осталось делать, как тоже стать джигитом. В пять лет он стал артистом цирка. Здесь ему 12 лет. Он танцует зажигательные кавказские танцы. Ребятки, седло джигита тоже. Дальше в этой программе у нас работают бобры. Почему я хочу тоже вам о них рассказать, если вдруг вы пойдете. Дрессировщик бобров Виктор Сильченко. Он занес рекорд в книгу рекордов Гиннеса мира и России. Он единственный в мире дрессировщик бобров. Вот его сертификаты. А вот этот вот рекорд, когда лавруша, такая вот красивая лавруша, поднялась по лестнице на высоту 2,5 метра. Такого еще в мире не было. Нашему музею он подарил покус бобра. Вот так бобр перегрызает дерево. А вот зубы бобра. В природе они выпадывают, а вот нашему в цирке приходится дрессировщику их подпиливать. Вот подарил нам, чтобы вы все видели, какие зубки у бобра. Дальше, ребята, у нас идет клоуна, да? Наш Анатолий Павлович, вот его личная витринка. Так. Ребята, я думаю, что, наверное, не все держали в руках ботинки клоуна. Хотите подержать? Ботиночки клоуна. Повернитесь ко всем ребятам, чтобы все видели и все подержали. Ребята, и вот эти ботинки клоуна имеют название. А кто как думает, как называются эти ботинки? Фантазируйте, придумывайте. Класси. Называются бульдоги по форме такого вот носка. И еще я хочу вам рассказать о жанре жонглирования. Я тоже думаю, что не все из вас держали в руках мячи жонглиров. Да, подержите. Ребята, только ничего не крутите, пожалуйста, потому что стекла много. Так. Кольца жонглиров тоже, наверное, не все держали, да? Булавы жонглиров. Вот такими предметами работают жонглиры. Так, уважаемые родители, можете сделать фотографию красивую. Поверните, скорее, на память. Держите вот в обручах, в обручах, в обручах, в обручах. В обручах, в обручах. Обратите внимание, конечно, что у нас есть коллекция значков церковых, клоуны, церковые, воздушные, охранник уроды. Настоящая, церковая, рабочая, в обручах. Так, ребята, так, есть вопросы, уважаемые родители? Если вопросов нет, ваш праздник продолжается. Сказали большое спасибо. Спасибо! Вам понравилось? Да! У клоуна все должно быть необычное. А здесь зонтик, кто-то яблокал. А, приходите, кто-то яблокал. А, это ваш номер? Моя, моя, ваша. Ну, вот так вот примерно. Ну, что, прекрасно. Дело в том, что дети в руках подержали лепестки. Желтёры, акробаты, клоуны, гимнасты. Все то, что они видели издалека, они могли это все подержать. Почему нужно быть себя таким акробатом, гимнастом? Согласен. Ну, примерно так вот. Если у меня своя экскурсия, то я буду немножко подольше. И тоже по цирку вложу. Спасибо.